Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы разберем лечение белых пятен на половых органах по типу витилиго. К нам обратился молодой человек, у которого есть пятна в основании члена, они существуют довольно длительное время и беспокоят его косметически. Многие молодые люди, обращаясь к нам, стесняются подобных пятен, либо присылают их партнерши. Несмотря на то, что эти пятна никто из окружающих почти не видит, но даже тот ограниченный круг, который видит, приносит дискомфорт носителю подобного косметического дефекта. Витилиго – это заболевание кожи, при котором появляются депигментированные пятна, склонные постепенно к увеличению, и гистологический прим, то есть когда мы микроскопируем участок кожи, мы увидим то, что нет меланоцитов. Меланоциты – это пигментные клеточки кожи. При данном заболевании назначаем кровь на аллергию, потому что могут быть нарушения иммунитета, и второе – анализы на заболевание щитовидной железы, потому что это то заболевание, которое часто ассоциируется с витилиго. У молодого человека все было отрицательно, данное витилиго относится к так называемому сегментарному витилиго, когда поражается, допустим, одно или несколько пятен на одной стороне тела в пределах непосредственно какой-то части тела. Часто к нам обращаются молодые люди именно с поражением половых органов, ануса, которыми мы непосредственно занимаемся. Естественно, что за много лет носительства подобного заболевания многие, скажем так, врачи-маляры пытались что-то сделать. Что предлагают делать эти малярные ценители мази разных? Они предлагают первое – назначать глюкокортикостероидные мази раз, они предлагают назначать ингибиторы кальципатриола также два – вот это основа их, в принципе, лечения. Что, соответственно, на сегодняшний день как-то действует? Действуют в основном две методики. Первая – это, ну, естественно, что сначала мы должны проверить на то, что я сказал, что и было сделано, и вследствие того, что всё хорошо на этих этапах, то, соответственно, мы должны применять две методики. Первая – соответственно, пувотерапия. Что это такое? Это внутренне назначается специальный препарат, называемый фотосенсибилизатором, в нашей стране это наиболее часто амифурин, препарат, который одновременно сочетается со специальным ультрафиолетом аспектроразом. Это вызывает постепенно возвращение пигментации. Плюсы и минусы этого метода таковы. Первое – он постепенно вызывает пигментацию пятен с краёв и также задействованы часто те клетки меланоциты, которые располагаются в волосяных вольках. То есть мы вызываем постепенно смещение края пятен от наружи к центру, то есть постепенно они ползут в центр. Однако плюсы и минус этой вещи то, что это довольно длительное лечение и не каждый пациент выдерживает столько, что большое количество процедур. Вторая часть – это внесение самих пигментов методов игольчатых электродов непосредственно в кожу. Вносятся меланины и меланиноподобные пигменты, которые как раз с центра, грубо говоря, проникая в кожу, вызывают её пигментацию. Естественно, опять же, это процесс небыстрый и делается он неоднократно, то есть постепенно применяется в комплексе и загары, и непосредственно делается озон как основной препарат антиоксидант внутривенно, и кальциоглюкан как сосудистый препарат также, в общем-то, используется нами широко, и одновременно ультрафиолетовое улучение, и нанесение пигмента. То есть снаружи мы действуем вот этой пивотерапией, снутри действуем, привнося в кожу пигмент. Так мы постепенно вызываем замещение данных пятен. Это ускоряет сроки, да, и с одной стороны не нужно уже так много процедур, потому что мы идём также изнутри, да, и с другой стороны пациент получает комплексное лечение, которого хватает довольно надолго. Что делать, если пятна всё-таки дальше расползаются и появляются нормы? Есть, опять же, коррекция по внесению пигмента, да, и то есть можно всегда это сделать относительно быстро за несколько процедур, поэтому принципиально сейчас разработаны и внедрены довольно эффективные методики лечения. Они, конечно, неоднократные, но при должном количестве процедуры упорства пациента данное заболевание, вот как представлено на рисунке, можно практически полностью нивелировать его внешние проявления, естественно. К сожалению, излечить данное заболевание нельзя, но полностью практически убрать тот косметологический дефект, который даёт подобное заболевание, на сегодняшний день вполне можно, в отличие от, конечно, врачей вот этих маляров-мазевиков, которые, кроме указанных на высшей массе, к сожалению, ничего не применяют. При необходимости диагностики и лечения различных заболеваний кожи, вы можете обратиться к дерматологам нашего медицинского центра Платон КВД в Москве, у нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждём вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.